Я полагаю, что творят, что статья предназначена для имеющих точку в сердце, поэтому я не понимаю, что значит «нужно идти выше знания». Что такое, что нужно идти выше знания? Мы находимся в одной форме природы, Творца, который создал нас желание получать. Как мы пришли к этому? Мы учим в науке Каббала, как не зашли света, килим из мира бесконечности через все порцуфы, пока не пришли к Никудот-де-Сакту, что вчера мы учили в Птихе или позавчера. И от Никудот-де-Сак там было разбиение. И после этого выходят миры Ацилутбрия и Церасия, в которых существует душа, то есть существует желание, которое находится в разбитом виде, то есть ради получения. И нужно исправить его, быть в радиоотдаче. И в этом исправлении мы должны участвовать. И насколько мы исправляем себя, мы поднимаем себя с уровней миров, брияется Россия на уровень Ацилута. И так мы приходим к исправлению, то есть к отождествованию с Творцом, с тем же уровнем, как Творец. И это, по сути дела, наша работа. То есть получается у нас, что рождаемся мы в желании получать разбитым, то есть ради получения, и должны исправить себя, чтобы желание получать ради получения, мы должны исправить его на желание получать радиоотдачу. И за желание мы выйти не можем, мы существуем в нем. Это наша природа, которая не изменяется. И не нужно бороться с желанием получать, чтобы я хотел меньше, чтобы я сидел на диете духовной. ни об этом мы должны беспокоиться. И я не должен уменьшать себя ни в каких материальных действиях, если это не во зло ближнему. а я должен в целом изменить свой расчет, направление моей мысли, или, точнее, направление моего намерения, зачем я делаю все в мире, до такой степени, что зачем я живу вообще. И это, по сути дела, исправление. Это то, что нам надо. То есть, если я привожусь в действие своей естественной, первичной природы, в которой я так родился и развился, это называется, что я нахожусь внутри злого начала, эгоистического желания, которое находится во мне со дня моего рождения, и все время развивается во мне. Я знаю его как свою природу, что это я. Я не убегаю от нее, потому что мне некуда убежать. И обычный человек не понимает вообще, о чем мы говорим. Но есть люди, у которых есть такое ощущение внутри желания. Желание называется сердце. То есть, есть люди, то, что называется с точкой в сердце, которые начинают ощущать, что есть еще нечто. Другая форма существования. и это другая форма существования привлекает их. И тогда они хотят постичь, что называется, существовать в другом измерении. И это, конечно, не то, что они сами делают что-то, а высшая сила приводит их, как написано, Творец приводит человека к выбору и говорит, возьми себе, ставит, кладет руку человека на добрый выбор, добрую судьбу, значит, добрую судьбу, чтобы достичь свойства отдачи. И так мы продвигаемся. То есть, все рождаются в желании получать для себя ради получения, которое называется, называется, что злое начало человека, злое с молодости его. а потом мы продвигаемся к радиоотдаче, к желанию получать радиоотдачу. То есть, не заменяем желание, а меняем намерение. Что значит, меняем намерение, кого мы почитаем, уважаем, желание получать мы уважаем, или желание отдавать. кто из них важнее. То есть, вся наша работа в том, чтобы поднять важность отдачи и так продвигаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова